Добрый день, коллеги! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой возможности, как отправки сообщений в чат-бот Telegram из программы 1S. Telegram предоставляет возможность по работе со своими ботами из нишек программ по HTTP протоколу, предоставив API интерфейс. На сегодняшний день разработано очень много ботов, например, ботер Почта России, которая позволяет отслеживать посылку по трек-номеру. Очень удобно, нет необходимости ходить в отделение или звонить на горячую линию. Также разработаны боты для интернет-магазинов различные, которые позволяют заказ оформить, не выходя из Telegram. Также есть боты по работе со средствами массовой информации, например, с Meduza, заказывать различные подписки. Также есть боты по сопровождению различных мероприятий. Вариант применения ботов в мире 1S множество. Например, имеются сотрудники выездные, для которых работа в тонком клиенте 1S доставляет неудобства или вообще нет возможности такой работы. Есть мобильные устройства достаточно сладенькие. Что же им делать? Для них можно разработать боты специализированные. Если их нефункциональная обездация, небольшие работы со складом или еще какими-нибудь подсистемами, то можно, в принципе, для них разработать боты, которые будут взаимодействовать с 1S. Или руководители, которые хотят видеть какие-то важные показатели и заказ, какие-то отчеты. Также могут контролировать работу своих подчиненных. Или тех специалистов, которые должны обеспечивать стабильность работы сетей, серверов различных. Собирая различные показатели работы. Или когда система информирует о происходящих событиях. А также внешние клиенты, которые могут работать с заказами. Или получать какую-то информацию об акциях. Об скидках. Или прослеживать товар по доставке. Также могут быть каналы, которые будут вубликовать какие-то скидки, мероприятия, которые будут важны для привлечения клиентов. Применение массы. Так, давайте перейдем к технической реализации. Первое, что нам надо сделать, это создать своего бота. Чтобы создать своего бота, есть служебный бот от Telegram. Бот Fadler называется. Для того, чтобы его открыть, введем в бот. Введем в браузеру данную строчку. Открывается диалоговое окно. С предложением перейти к приложению теста. Стартаем бот. Предлагает список команд. Нас интересует new бот. Итак, предлагает он нам название бота. Это название в будущем можно поменять. Это просто титульное название. Ну, допустим, давайте новости назовем. Дальше название. Говорит, что данный уже юзернэк существует. Ну, давайте что-нибудь усложним. Отлично. Получилось создать бот. Самая важная строчка это вот эта. Токен. Токен мы сохраняем. Дальше у нас есть ссылочка короткая. Переходим по ссылочке. Стартуем. И что-нибудь напишем. В данном случае это не так важно, что пишем. Самое главное, нам нужно начать переписку. Следующим шагом нам нужно узнать идентификатор переписки. В адресной строке пишем данную строчку. Сюда подставляем тот самый токен, который мы получили. Вот эта длинная строчка. Вот он, идентификатор группы. Вот эти два идентификатора нам понадобились. Идентификатор группы переписки и, собственно, сам токен. Так, давайте реализуем обработку. Отправку сообщений. Создаем внешнюю обработку. Назовем. Добавим форум. На форуме создадим реквизит сообщений. Табличный документ. Выведем реквизиты. Команды, две команды добавим. Отправить в чат-бот. Просто сообщение отправить. И отправить табличный документ. Телеграм. Так, давайте посмотрим, что у нас в коде. Самое главное, это токен и идентификатор получателя. Давайте перенесем токен. Знаешь, вы? идентификатор группы. Сохраним. И давайте посмотрим в работе. Давайте откроем внешнюю обработку нашу. Ну, напишем, что погода хорошая. Попробуем отправить. Как видим, появилось сообщение. Давайте откроем. Погода хорошая. Видите? Давайте еще что-нибудь откроем. Пришло. Давайте теперь проверим, каким образом мы можем отправлять табличный документ. Откроем какой-нибудь отчетик для примера. Потому что табличный документ. Хоть что-то должно представлять из себя. Скопируем его. Все на коленках. Так, допустим, мы сформулировали какой-то отчет вымышленный. Попробуем отправить его. Как видим, отправился отчет. У него есть подпись. Я потом покажу, почему такая надпись. Название файла и сам файл. Давайте откроем. Посмотрим. Угу. Виде PDF. Отлично. То есть у нас есть возможность сообщения отправлять и табличные документы. Для того, чтобы отправлять в группу, нужен токен-индентификатор получателя. Давайте метод отправить сообщения. Просто посмотрим. Телеграм. Передается на сервер сообщения. Получаем соединение. Телеграм соединение. Что из себя представляет? Это HTTP соединение по сути. Сервер такой. Только такой и не другой. Порт. Прокси. Таймаут. И защищенное соединение. В принципе. Дальше ресурс формируется. Для метода GET тоже стандартизирован. Апишкой. То есть bot. Дальше имя бота. send message. Chat ID. Тот самый. Текст собственно сообщения. Дальше. Соединение вызывания этот получить. Нет. И HTTP запрос данного ресурса. В принципе все очень просто. Теперь посмотрим, как реализована отправка в табличные документы. Чуть сложнее, но не сильно. Так. Имя файл. Это тот самый имя файл, который будет формироваться. Давайте вот так сделаем. имя файла. Вот это имя будет. Сообщение. Это вот здесь подпись сообщения отчета продажи. Вот он. И собственно тело. Вот оно. Сюда передается имя и сообщение. Давайте посмотрим, что внутри. Как здесь формируется тело сообщения потоков памяти. Заполняется. По опишке чат ID и остальные служебные поля. Самое интересное это табличный документ записанный в память. Тип таблич документов PDF. После того, как все записано, есть у запроса метод такой установить тело из двоичных данных. Двоичные данные это данные в памяти. После этого пост запрос. Отправить для обработки. Если вернулся код составляем в 200, значит все хорошо. Если не в 200, значит что-то пошло не так. Выбрасываем исключения. Все очень просто. В заключение хочу сказать, что мы сегодня научились создавать своего бота. Получили от него токен. Начали переписку с ним. Получили несколько группы. Дальше написали обработку. По отправке сообщений. И отправили сообщения и табличный документ в PDF формате. В следующих уроках мы научимся взаимодействовать с ботом. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.